Всем привет, дорогие друзья, подписчики и просто зрители, желающие ознакомиться с интересной пчеловодной информацией. Сегодня я расскажу о том, что какие в те времена были, это 1962 год, журнал пчеловодства, ну, эксперименты, опыты проводились. Проводили опыты и с пыльцой, зимовка пчел, и без пыльцы. Естественно, сейчас бытует мнение, что хорошо было бы пчелам зимовать без пыльцы, они, мол, меньше страдают. Но дело в том, что в природе создано так, что пчелы зимуют с пыльцой. Есть возможность, заносят пыльцы, зимуют. Естественно, пчеловоды наблюдают, когда страдают, когда не страдают. И вот на эту тему немножко хочу прочитать небольшую статейку. Зимовка пчел без пыльцы. Вопрос, хорошо ли это? На пасеке, где я работаю, в конце января этого года пчелы хорошо облетелись. Тогда же я наблюдал, как они выбрасывали под мор. Ту же картину я заметил и 15 февраля с 10 часов утра в этот день при температуре 6 градусов тепла в тени из ульев стали вылетать одиночные пчелы. Затем, несмотря на холодный северо-западный ветер, пчелы все в большом количестве начали разлетаться все дальше от тачка. К полудню термометр над солнцем показывал уже 15 градусов тепла. Ветер стал стихать и в 12 часов дул уже умеренно. В это время, поправляя колышек у улья, вдруг увидел пчелу с ярко-оранжевой обножкой, которая деловито вползала в ульи. Хочу отметить, кто невнимательный, это было 15 февраля. Где это находилось? Это Казахская ССР, Алматинская область. Читаем дальше. Пчелку с ярко-оранжевой обножкой, которая деловито вползала в улья. Я не успел толком ее рассмотреть и даже не поверил своим глазам. Но не прошло и минуты, как одна за другой прилетели еще три пчелы, а несколько позже целый десяток их столпился у литка. Та же история происходила еще у пяти-десяти ульев. Вернее, пять-десять ульев. То есть от пяти до десяти ульев. Не пятьдесят, а до десяти ульев. Пчелы пошли в зиму почти без запаса пыльцы. В кавычках тут, в скобках написано. Вот что я хотел заострить внимание. Половина прилетающих пчел не несла обножек. Но изловив одну из них, я отделил у нее брюшко, из которого выпал зобик до отказа, наполненный свежим прозрачным нектаром. Тогда я отправился на розыск источника взятка и в сотне метров от пасеки обнаружил на предгорьях зацветшие подснежники. Я прошел около километра и на всем протяжении цепи холмов видел работающих здесь пчел. Интересно, что сами растения еще не появились, а из земли выскочили одни цветочные бутоны, даже без цветоножек. Которые и привлекали пчел. Контроль улей давал в этот день привес около 50 граммов. С 16 февраля температура днем в тени поднялась до 8 градусов тепла. Это было 15, но это на следующий день. Температура до 8 градусов. Это небольшая температура. А на солнце в это время было 30 градусов. Пчелы еще активнее летали, посещая подснежник. К 16, 17 февраля в работу включилось уже 100 семей. Остальные 42 семей только-только стали раскачиваться. Все три дня 15, 16, 17 февраля был умеренный, но холодный ветер. И пчелы летали за взятком и обратно низко у самой земли, где на ощупь она была теплой. Вот такое, друзья, вы можете замечать в своей практике. Люди заметили, что пчелы особенно нуждаются в пыльце. Поэтому имейте в виду, это было 15 февраля. Если у вас есть какие-то понимания, вы их соответствуете в соотношении с тем, в чем нуждается пчелинная семья, чтобы понять законы пчелиной семьи. Да, пчелы зимуют хорошо без пыльцы, но они особо нуждаются по весне в пыльце. И поэтому они прилагают максимум усилия, чтобы взять и пыльцу, и медок как можно раньше. Так, следующий вопрос. В октябре, проверяя состояние семей, я обнаружил в трех семьях трутней и неплодных маток. Эти матки пошли в зиму, не начав кладки яиц. Означает ли это, что матки остались неплодными? Это было в октябре. Это была Воронежская область. Ответ. Нет, не означает. Пчеловоды неоднократно наблюдали случаи, когда молодые матки осеннего вывода начинали кладку яиц только весной, и при этом откладывали оплодотворенные яйца. Матки могут спариться осенью и начать откладку яиц только весной. Ну, это, как говорится, могут, а могут и не спариться. У меня такие случаи были, что, которая не спарилась, ее видно, она по весне не может ложить пчелиные яйца. Трутневые будет ложить. Вопрос. Можно ли и как дезинфицировать сушь, отобранную от гнельцовых семей? Ну, ответ такого порядка. Сушь можно дезинфицировать погружением сотовых рамок в 2-х процентный раствор хинозола. Хинозола. Обрабатывать сушь в одном и том же растворе можно до 20 раз. Рамки суши устанавливают в бак и очень медленно, через сифон, заполняют раствором хинозола. При этом раствор проникает во все ячейки. Чтобы соты не всплывали, их прижимают бруском. Через 10 минут, после заполнения последних ячеек, сушь вынимают, откачут из нее воду на метагонке и затем оставляют в тени на открытом воздухе в течение нескольких дней, для того, чтобы она просохла. После обработки хинозолом сушь хорошо принимается пчелами. Я не знаю, что это за застав хинозол. Ну, тут так написано, в то время такое использовали. Возможно, кто-то знает. Вопрос. Где достать чертеж украинского улья-лежака? Как натягивать пролоку узко-высокие рамки этого улья? Это было почти 60 лет назад. Ответ. Чертеж украинского улья-лежака помещен в номере 5 1959 года журнала пчеловодства на странице 55. В этих улях проволоку натягивают в рамках горизонтально, но не очень туго, чтобы боковые планки не прогибались. Ну, можно достать этот, так сказать, журнал, как и я вот достаю в электронном виде и прочитать на интернете на одном из форумов библиотеки. Вопрос. Есть ли средства задержать рой, находящийся в полете? Ответ. Летящий рой задержать невозможно, если он сам не опустится и не замедлит скорость полета. В последнем случае в воздухе стараются обрезать водой из шприца, что вынуждает рой привиться. Ну, ответ тут не совсем целесообразный. Из шприца то обрезать можно только одну пчелу. Вот. Обычно со шланги и под напором можно его обрезать, если под боком есть возможность, и он только выходит и крутится, то он быстренько присядет где-нибудь на краешку, потому что вода не дает ему лететь. Поэтому дождь заставляет пчел быстро сориентироваться, где-то присесть или под крышей, или под кроной дерева. Вопрос. Можно ли при выводе маток подсиливать расплодом семью-воспитательницу? Ну, здесь ответ такого порядка, что и не надо, и можно. Вот послушаем, что отвечает. Семья-воспитательница обязательно должна быть сильной, высокопродуктивной, вследствие чего отпадает какая-либо надобность в подсилении ее расплодом. В настоящее время рекомендуется выводить маток без отбора открытого расплода от семьи-воспитательницы. Поэтому в течение 12 дней, за которые можно получить два вывода маток, подсиливать ее расплодом не требуется. Более подробно об этом читайте в статье номер 2 нашего журнала за 62-й год на странице 27. В отдельных случаях, когда это необходимо, семью-воспитательницу можно подсиливать расплодом, но только от сильных высокопродуктивных семей. Ну вот, как я уже и сказал, и тот, и тот вариант проходит. Вопрос, чем объяснить наличие зазубринок на стилете жала рабочих пчел, из-за чего ужалившая пчела погибает? Лучше приспособлена к защите, она легко вытаскивает жало, после ужаления остается жива, это оса, ведь не имеющая зазубринок лучше приготовлена к защите, то есть сравнивается с осой. Это читаем дальше. Ответ. Зазубринки на стилетах жала медоносной пчелы возникли в процессе эволюции пчелиной семи, как приспособление, повышающая эффективность защиты от высших млекопитающих, медведей, куниц и, по-видимому, их человека. Эти животные имеют толстую шкуру и нужно значительное время, чтобы ее пронзили стилеты жала. За это время животное легко может раздавить лапой пчелу и таким образом избежать попадания яда в кровь. Благодаря же зазубринкам и соответствующим мускулам пчеле достаточно лишь дать первый толчок жала при прикосновении к шкуре. Оторвавшееся жало, даже если пчела раздавлена, само постепенно пронзит шкуру весь запас яда. Следовательно, благодаря зазубринкам резко повышается защитная функция пчел в борьбе против млекопитающих животных. Некоторые в сравнительно недалеком прошлом были основными и наиболее опасными врагами пчел. Ужалю пчела погибает, но зато обеспечивается эффективная защита семьи в целом. Ну вот такой вопрос дали как могли. Вопрос. Есть ли разница в качестве молочка, которым кормят своих личинок местные кавказские пчелы? Ответ. Да, разница есть. Если личинок местных пчел выращивает кавказские пчелы, то некоторые органы их тела немного изменяются в сторону признаков семьи воспитательницы. То есть все зависит от корма, какая семья кормит. Так, местные пчелы, выращенные в семье серых горных кавказских пчел, имеют намного больший хоботок по сравнению с такими же пчелами, выращенные в своих семьях. Проведенные опыты дают основания полагать, что последовательное выращивание многих поколений пчел с семьей и другой породы может привести к наследственному изменению некоторых признаков под влиянием семьи воспитательницы. Вопрос. Как молодая матка, возвращаясь с брачного полета, находит свой улей? Делает ли она предварительно ориентировочные облеты? Ответ. Да, матка делает ориентировочные очистительные облеты перед тем, как начать вылеты на распаривание. Ориентировочные облеты продолжаются 5-10 минут, тогда как вылеты на спаривание длятся 20-40 минут и происходят не раньше, чем на 7-10 день. Иногда бывает на 3-й. Вопрос. Сколько раз в день вылетает пчела во время главного взятка? Ответ. Число вылетов пчелы зависит от многих причин. Удаленности медоносов, доступности нектара, состояния погоды и другого. Если, например, давать пчеле сахарный сироп из кормушки удаленной улья на 200-300 метров, то она может делать до 60 вылетов в день. При обильном взятке с липой пчела делает 20-30 вылетов в день. В обычных же условиях при взятке, например, слуговых нектароносов, подсолнечника, разнотравия, по данным большинства авторов, пчела делает около 10 вылетов за день. На юге, где рабочий день длится дольше, 14 вылетов. Вот такие вопросы, с которыми я хотел вас ознакомить. естественно, и еще медоносное растение. Прочитаю, тут написано, что это медоносное растение Азербайджана, но, в принципе, они распространены повсеместно. Читаем. Айланд. Айланд или китайский ясень называется. Дерево семейства симорубовых. Происходит из Китая и Японии. Разводится на Юге СССР как декоративно. Встречается в садах, парках, на улицах и усадьбах городов и населенных пунктов. Используется для посадки вдоль магистральных дорог и лесных полосах, для сенек каменистых и песчаных пустырей. Отмечайте, каменистые и песчаные пустыри, то есть она очень неприхотливая. А также для закрепления осыпей. Айланд устойчив против пыли, дыма и газа. Весьма интересное растение. Айланд довольно крупное дерево, достигает высотой даже до 20 метров. Крона раскидистая, густая, листья непарноперистые, длинные. Летом Айланд украшает желто-зеленые с розовым оттенком цветы, собранные в крупные метелки, а осенью красноватые плоды крылатки. Айланд быстро растущая, засухоустойчивая, неприхотливая к почве растения, предпочитает легкие и несколько влажные почвы, но мерится и с сухими песчаными, размножается семенами и корневыми отпрысками. В Азербайджане цветет с начала июня, продолжительность цветения 15-18 дней. В Баку и в поселках Абширона Айланд основное медоносное растение. Он дает взяток пчелам и засушливые годы, что повышает его ценность для пчеловодства. По нашим наблюдениям, хорошо некотороносит в низменной предгорной и среднегорных зонах. Айлантовый мед янтарного цвета, обладает своеобразным запахом, специфическим вкусом. Вначале горчит, затем горечь проходит. При кристаллизации становится мелкозернистым. Айланд включен в ассортимент деревьев, рекомендуемых для оселенения дорог. Это важный и надежный ресерв увеличения производства меда в низменных и предгорных районах Азербайджана. Вот такая информация вам поступила сегодня. Благодарен вам за то, что вы смотрите мои видео. Ставьте лайки, подписывайтесь, задавайте вопросы. Будем подыскивать еще более подходящие, интересные варианты для вашего возраста. До свидания, до встречи. субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...